В России нет культуры питья, а треть мужского населения злоупотребляет. Часто Новый год в стране отмечают как в первый и последний раз, не соблюдая максимальной нормы в 150 граммов крепких напитков, 250 вина и до литра пива. К концу декабря наркослужба края переходит на круглосуточный режим работы. Некоторые начинают пить еще и до Нового года. А потом уже, как правило, у нас рост после первого числа, второго, третьего, обычно в сутки в отделение поступает, скажем, это где-то 8-10 человек, то после новогодних это до 20 человек. Ежегодно медики края рассказывают, что не нужно делать в праздничном угаре. Если вы готовитесь к приему алкоголя, остановитесь на одном напитке и обеспечьте себя похмельной пищей. Ешьте меньше жирного и сладкого и больше овощей и морепродуктов и пейте воду. Пациенты, которые съели целую селедку или много огурцов и помидор, то увеличение риска декомпенсации по гипертонической болезни, так называемый риск гипертонический, он увеличивается, потому что соль задерживает жидкость. Это сопровождается тахикардией, а если у пациента еще есть ишемическая болезнь сердца, то есть это риск инсульта и инфаркта. Вот, собственно говоря, это и называется праздничное сердце. Травматичными в это время становятся и привычные действия. Люди начинают подниматься высоко на стуле, забираться на столы, чтобы что-то навести там порядок, украсить и так далее. Падают и получают серьезные повреждения. Хозяйки, которые приготовляют салаты, торопятся, нарезают, повреждают себе пальцы, сухожилия, нервы. В прошлом году в Краевой приняли 1200 человек с различными травмами. 400 потребовалось оперативное вмешательство. А вот свежая статистика обморожений. За декабрь в ожоговое отделение 3-й горбольницы обратилось 40 человек. Одного из них спасти не удалось. Часто эти истории начинаются одинаково. Человек отмечал день рождения у друга самостоятельно, пошел домой, вроде как трезвый. Пока шел, соответственно, алкогольное опьянение где-то его догнало. Проснулся утром, нашли в сугробе прохожие, абсолютно вызвали скорую помощь. Останется человек в своем молодом возрасте, там, скажем так, чуть больше 20 лет, инвалидом, он останется без пальцев. Для сильного обморожения достаточно 15 минут. И произойти это может не в сильный мороз, предупреждают медики. Поэтому советуют жителям тепло и многослойно одеваться, и при дальних поездках иметь в машине запасной комплект одежды и обуви. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.